МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Городская среда» в студии Елена Бауэр. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях директор Дворца культуры Невче Рамиль Садреев. Рамиль Эльдарович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. В нашем городе в сентябре состоится первый всероссийский форум креативных индустрий. Расскажите, что это будет и какими будут эти креативные дни? Форум креативных индустрий, креативные дни в Альмитиске, так он называется, будет проходить в основном на площадке Дворца культуры Невче. Хотя мы планируем задействовать и партнерские площадки общественного центра АМЕТ, обязательные порядки, картинные галереи, которые находятся в нашем же здании, но является отдельным юридическим лицом. Возможно, будут еще другие площадки, потому что поступает предложение подключиться к нашему форуму. Форум у нас в чем-то уникальный. Уникальность его, на мой взгляд, во-первых, в том, что мы, помимо основных вопросов и рассмотрения тех путей развития креативных индустрий в Альмитиске, в Альмитиском районе, мы рассматриваем вопросы вовлечения молодежи в этот процесс. Именно поэтому я пригласил группу экспертов Росмолодежь Гранты, республиканскую группу Росмолодежь Гранты, чтобы они к нам приехали. Есть поддержка со стороны Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, чтобы поддержать их приезд к нам и нахождение в течение нескольких дней. Будем обсуждать общие вопросы, так как в настоящее время я являюсь экспертом Росмолодежь Гранты. Также посмотрим, что мы можем сделать в контексте развития креативных индустрий для молодежи. А также планируется провести консультации для молодежи, которые готовят или же имеют идеи для того, чтобы подать на гранты Росмолодежи. Сейчас большие возможности у Росмолодежи в рамках форумов и просто отдельных грантовых конкурсов поощрять молодежь для проведения проектов разной направленности. А вот городские площадки, кто их выбирал, по какому принципу их выбирали? Выбирал их, ну, то, что касается Невчи, конечно, выбирал я, потому что, так как я являюсь директором Дворца культуры Невчи, я заинтересован в развитии этой площадки. И у Дворца культуры Невчи два вектора развития. Первый вектор развития как филармонической площадки, мы в этом направлении активно работаем. В июле месяце нас приняли в Союз концертных организаций России. Это очень серьезная организация, куда входит большинство филармоний Российской Федерации. Мы проводим свои проекты, свои команды. То есть команды Дворца культуры Невчи при поддержке различных грантов, начиная от фонда президентских грантов, заканчивая фондом культурных инициатив. Разная направленность. То есть если брать достаточно короткий промежуток времени, за это время мы сделали международную летнюю школу. Это был первый опыт здесь у нас. Потом мы сделали цикл концертов и дутейн-программы. Все эти концерты тоже связаны с креативной индустрией, где в формате интерактива мы представили разные направления, разные музыкальные культуры на нашей концертной площадке. Если вернуться к предстоящему форуму, то какие направления он будет охватывать? Какие сферы? Ну, если продолжить то, что я стал говорить, конечно же, в первую очередь те сферы, которыми занимается Дворец культуры Невчи. Это музыка, саунд-дизайн, исполнительские искусства, библиотека. У нас есть библиотечное пространство, которое сейчас проходит. Реновацию. Потом музеи. У нас есть партнеры, которые находятся в нашем здании. Это Альмическая картинная галерея. И еще ряд направлений рассматривается, потому что есть партнерские предложения. Их тоже привлечь в рамках форума. Вот такая вот. А какие спикеры будут на этом форуме? Спикеры у нас самые лучшие. Я могу озвучить несколько фамилий. Это Игорь Номаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий России. Татьяна Всеволодна Банкина, федеральный эксперт, директор Центра креативной экономики и Высшей школы экономики. Татьяна Александровна Ившина, руководитель фонда, который занимается креативной индустрией. В Ульяновской области у них сейчас очень активно это все развивается. И, конечно же, мы хотели бы с ними сотрудничать в этом направлении. Алексей Матвеев, эксперт из Санкт-Петербурга, наш давний друг, с которым мы давно сотрудничаем, также будет представлять Санкт-Петербург, представлять те проекты, которые там проходят, и поможет нам в организации ряда образовательных блоков нашего форума. Вот четыре топовых эксперта. Плюс к этому то, что я вам говорил по поводу Росмолодежи. Те эксперты, которые сейчас занимаются грантами Росмолодежи, помимо этого, они еще, многие из них, руководители различных организаций в иной сфере, там, образовательной сфере или же каких-то других сферах. А как вообще появилась возможность и сама идея организовать такой форум именно в Альметьевске? Ну, идея у меня появилась давно. Наверное, тогда, когда мы вошли в проект, придуманный, национальный проект придуман в России, и получили возможность за счет средств Министерства культуры Российской Федерации подать заказ на подготовку мастер-плана и концепции развития в Альметьевске этого хаба Высшей школы экономики. Когда мы получили процесс вообще работы, потому что к нам приезжали различные группы и социологи, и архитекторы, с которыми мы общались, о том, как мы должны развиваться, что мы можем делать для развития. Идея о том, что как один из точек роста это организация систематических форумов по этому направлению появилась именно в то время. Потом мы подали заявку на грант ресурсного центра социально-ориентированной коммерческой организации, получили этот грант, и вот сейчас занимаемся организацией этого форума. То есть, получается, удалось обойти конкурент? Ну, вы знаете, насчет удалось обойти, я не буду так говорить. Каждый занимается своим делом. У нас это все поэтапно, системно выстроено. Просто тот этап, который должен был подойти, и по форме, скажем, исходя из стратегии, плюс те средства, которые нам выделили, плюс еще партнерская поддержка, привела к тому, что мы сейчас имеем. То есть, я для себя никогда не выстраиваю. То есть, я стараюсь выстраивать какие-то отношения, которые взаимовыгодны. Это всегда гораздо лучше, чем позиционировать себя, что я здесь, а ты там, и давай попробуем потягаться. То есть, все вместе, вот так вот скажу. А что будет кульминацией на форуме, как вы думаете? Помимо деловой программы, будет и культурная программа. У нас будут два концерта, и в первый день форума, и второй день форума. Третий день форума у нас короткий, там будет связано с тем, что мы будем подводить итоги, там концерта не будет. Но вот первый, второй день, вечером будут концерты. И я хотел бы со своей стороны пригласить жителей Альметьевской, и гостей нашего города прийти к нам на концерт 30-го числа, где мы представим проект ABM Project. Это наши резиденты, наши ребята, Дворца культуры Невча. Этот концерт будет бесплатный по пригласительным. Все контакты, касаемо того, где эти пригласительные можно получить и как, можно найти в соцсетях на сайте Дворца культуры Невча. Вот два концерта, которые связаны, в первую очередь, с молодежной музыкой, с каверами. Первый день у нас группа будет из Казани. Эти два концерта и будут являться кульминациями каждого дня. То есть после деловой программы представят то, что является напрямую продуктом этих самых креативных индустрий в направлении исполнительских искусств, музыки и саунд-дизайна. А из Альметьевских ребят кто еще будет выступать? Можете куда анонсировать? У нас, то, что касается этого форума, вот эти только два концерта. Я могу вам проанонсировать то, что у нас будет дальше, то, что касается нашей деятельности, Дворца культуры Невча. У нас сейчас регулярно проходят свои отчетные концерты. Причем отчетные концерты, если раньше мы делали отчетный концерт, который могли вывести на Пушкинскую карту, где выступали наши топовые коллективы, то сейчас мы решили делать еще концерты, внутренние концерты для бабушек, для дедушек, тех коллективов, которые на Пушкинскую карту по ряду причин пока выпустить не можем, но показывать их обязательно надо. То есть это я могу проанонсировать, это все у нас есть на сайте, у нас очень активная страница в соцсетях ВКонтакте, большое количество подписчиков. Анонсировать все концерты или же антрепризы я не могу, потому что у нас практически каждый день, начиная с сентября, что-то происходит. Это один из плюсов Дворца культуры Невча, что сейчас к нам, чтобы попасть на площадку, надо буквально за полгода бронировать дату. А если все-таки вернуться к форуму, и после его проведения, от его проведения, какие ожидания у вас? Образно я представляю, что последний день мы должны составить некий рамочный документ, который будет касаться тех путей развития, которые наиболее приемлемы для Альметьевска, с учетом тех сильных направлений, которые у нас присутствуют. Именно для этого будет общение со спикерами, с экспертами в формате тех, кто к нам приходит, и также внутреннее общение по поводу того, как нам вообще этот документ построить, чтобы потом его вынести, скажем, на городскую повестку. Какой-то документ обязательно должен быть, то есть формата того, что просто поговорили, разошлись, быть не должно. Среди тех направлений, которые охватывают форум, насколько я знаю, есть еще и музеи, и библиотеки. Как вы думаете, именно их существование в привычном нам виде, оно еще актуально или требует каких-то изменений? Изменения уже давно происходят. В нашем случае мы к этим изменениям идем, если брать непосредственно, говорить, культуру Невча. На многих площадках городских, даже брать другие библиотеки, эти изменения уже происходят. Реально, помимо того, что существует читальный зал, система абонемента, создаются каворкинг-пространства, создаются пространства, связанные с виртуальным концертным залом, где можно послушать музыку из-за архива Московской филармонии. Все это есть, и много разных направлений, которые сейчас охватывают и библиотеки, помимо основной классической деятельности, и музеи, они есть. Мы прервемся на короткую рекламу, а позже продолжим. Мы продолжаем. Рамиль Ильдарович, вернемся к теме музеев и библиотек. Почему так важны эти изменения именно в сфере музеев и библиотек? Для чего это нужно, для чего это делается? Само время диктует эти изменения. Но если мы с вами ведем беседу в контексте развития креативных индустрий, а музей и библиотеки являются одним из направлений креативных индустрий, все эти посылы, которые существуют и время нам дают, мы обязаны воплощать. В противном случае эти учреждения не впишутся в креативные индустрии. То есть возвращаясь к началу, и именно поэтому возникают какие-то новые пространства в тех же самых библиотеках, которые раньше не присутствовали. Виртуальный концертный зал, каворкинг пространства, лектории дополнительные. Происходят интерактивы регулярные на площадках библиотек для того, чтобы привлечь людей, у которых есть возможность по мере того, чтобы почитать книгу, взять ее, еще что-то создать, или что-то смоделировать в своем сознании на площадке библиотек. То есть это делается, чтобы привлечь, допустим, юных читателей, молодых читателей и заинтересовать вообще этой площадкой, что такое существует? Обязательно. Есть такое понятие «третье место», когда человек помимо работы и дома имеет еще третье место, куда он может прийти и часть своей жизни просто прожить. Не просто прийти, взять в библиотеке книжку или же пойти в музей просто посмотреть картину, прийти, посмотреть какой-то мастер-класс или послушать какую-то концертную площадку не только в концертном зале, а в зале музея. Это тоже очень развито. И вот наша партнера Альметьевская галерея, где мы проводим ряд наших мастер-классов, презентации, тоже это активно используют. Если продолжить тему изменений, немногим более года назад вы вступили в должность директора Дворца культуры, и тогда у вас были большие планы по внутренним изменениям, изменениям в работе. Что уже удалось осуществить? Ну, если быть точнее, полтора года, не знаю, что много или нет, для меня это большой срок. Я иногда чувствую, что я здесь уже нахожусь как минимум несколько лет. Видимо, это связано с теми серьезными изменениями, которые произошли и происходят во Дворце культуры Невча. Некоторые изменения, или же некоторые наши шаги серьезные, я уже озвучил, такие как вступление в Союз концертных организаций России, потом мы включены сейчас в карту креативных индустрий, Федерации креативных индустрий России. То, что касается финансовой составляющей Дворца культуры Невча, и той грантовой деятельности, она кардинально поменялась. То есть, я даже не могу сказать, что в несколько раз, в десятки раз, если брать грантовую поддержку и те деньги, которые мы получаем за счет разных фондов, понятно, что эта история непростая, что получить. Вот сейчас как раз про конкурсы. Чтобы получить какой-то грант, надо пройти серьезный конкурс, потому что все хотят получить деньги на какой-то свой проект. Значит, надо грамотно написать эту заявку, чтобы все было четко. Потом грамотно организовать и провести мероприятие. И третий этап – грамотно отчитаться. Потому что если ты все это сделал, а отчитался не очень хорошо, шанс получить еще раз грант от какого-то фонда. У нас сейчас такие знаковые фонды – это фонд президентский грант, фонд культурный инициатив. Сводишь к нулю. И так как сейчас в команде есть люди, которые помогают в этом вопросе, и я постоянно будирую людей на то, чтобы они учились в этом направлении, писали гранты. А сейчас я еще говорю о том, что пишите гранты на Росмолодежь, потому что есть молодежь, и у них есть возможность получить гранты как физические лица на свои проекты. Вот эта история, которая постоянная, она перманентная, она приводит к тем результатам, которые у нас есть по поводу привлечения денег на различные проекты, начиная от реновации библиотеки, о которой мы говорили, и заканчивая такими проектами, например, как тот же самый форум, чтобы можно было все это организовать. Объясните нашим телезрителям, и в том числе и мне, что такое попасть в карту креативных индустрий, и трудно ли было куда попасть? Карта креативных индустрий России – это картирование территорий регионов России с выделением тех точек, по мнению экспертного совета Федерации креативных индустрий, которые являются наиболее продвинутыми на данной территории. Попасть туда, наверное, и трудно, и легко, потому что я лично участие серьезного в том, чтобы туда попасть, не принимал. Там все это делает экспертный совет, они смотрят территорию, смотрят, исходя из той информации, которая есть в соцсетях, на официальном сайте, насколько развиты учреждения, те показатели, которые указаны, насколько оно открыто, заходят, смотрят все документы касаемо этого учреждения и решают, насколько оно продвинуто в контексте региона или вообще в контексте Ратистской Федерации, для того, чтобы эту точку можно было обозначить, например, как Дворец культуры Невча с определенными параметрами, которые, можно смело сказать, являются одним из флагманов на определенной территории касаемо креативных индустрий по определенным направлениям. В данном случае исполнительские искусства, говорю, музыка, сам дизайн, но отчасти то, что библиотека у нас, мы ее по-другому развиваем, сотрудничество с музеями и так далее. А все вот эти реконструкции музеев, библиотек, концертных залов, не потеряют ли они какую-то свою изюминку, свою изначальную функцию, следуя вот этим вот тенденциям, что и там уже концерты, и тут концерты, происходят какие-то изменения, вот такие глобальные? Не строятся ли их изначальные ценности? Ну, по поводу музеев не буду говорить, потому что музеи — это отдельная история, просто мы партнеры. По поводу библиотеки нашей и реновации и всего остального, мало того, я еще не сказал вам, что мы планируем следующим шагом после библионефти, так и называется наше креативное пространство, заняться реновацией и ремонтом другого пространства, «Алмарт», альменической молодежной арт-резиденции. Как я и говорил, вот я начал с этого, к второму вектору не перешел. Первый вектор — это филармоническая деятельность, а второй вектор — это креативная индустрия. Раз мы, исходя из мастер-плана и концепции развития альменического креативного хаба, являемся якорным учреждением, то есть главной площадкой в разрезе именно этого проекта — это РАЗ. РАЗ у нас стоит задача, помимо того, что мы привлекаем жителей серебряного возраста, детей, привлечь как можно больше молодежи на нашу площадку. И именно по этой причине я участвовал в конкурсе на эксперта Росмолодежи и прошел. У нас должна быть площадка, которая даст возможность молодежи показать какие-то свои наработки, проводить каворкинги, проходить на лектории, участвовать в хакатонах, иметь возможность просто выразить себя. Я считаю, что вот эта синергия того классического, статусного и синергия чего-то нового, инновационного, все вместе, вот этот комплекс, он даст потрясающий эффект в перспективе, когда, казалось бы, два диаметрально противоположных направления, молодежь, их тусовки, их хакатоны, другие формы мероприятий, и те проекты, которые мы проводим, фестиваль притяжения музыки, который связан с высокой классикой, с джазом, или же вот эти летние школы классических музыкантов, какие-то специализированные концерты вкупе дадут большой эффект в среднесрочной перспективе для развития дворца культуры Невча. Это следующий шаг, это должно было быть, потому что тот этап, когда дворец культуры Невча был только статусной площадкой, в течение 40 лет он прошел, он также останется, потому что площадка большая, самая большая сейчас, в агломерации альметьевской. Но вот этот элемент обязательно даст эффект аккумулирующий. А уже какие-то живые отзывы прилетали после таких изменений? Касаемо чего? Библиотек, например, тех же самых. Но пока по библиотеке я могу сказать вот что. У нас сейчас все это находится на начальном этапе, там делаются полы, стены, потолки. Я сейчас реально понимаю, с учетом ряда объективных причин, что, к сожалению, сильно подорожали струи материала, техника подорожала, что нам, видимо, придется поэтапно всю эту реновацию проводить, потому что помимо непосредственно бывшей площадки библиотеки классической, мы хотим еще полностью переделать коридор, систему хранилища, сделать по-другому систему сон-узлоб, потому что, сами понимаете, любая площадка начинается либо с гардероба, либо с туалета. Люди заходят, если это все по-другому, все, это хорошо. То есть совершенно другая история. То есть будет несколько этапов. То, что мы выкладываем, рендеры выкладываем в соцсетях, конечно, положительные отзывы, говорят, как хорошо, как замечательно. Но нам к этому надо будет еще идти, и я думаю, что на это понадобится время, чтобы все это довести. Какие еще проекты уже запущены непосредственно у вас? Ну вот по поводу молодежной отрезиденции. Сейчас мы решаем вопрос, я думаю, в ближайшее время решится, что нам будут делать дизайн-проект и рабочую документацию на это пространство. Это вот то, что касается тех самых парадигмальных изменений, связанных с реновацией площадок, которые, казалось бы, как будто бы ведут в разрез, но на самом деле они будут очень сильно помогать нашему дальнейшему развитию и создавать вот этот котел изменений, котел активности на нашей площадке, добавляя вот эту молодежную энергию. Вот что хочется. А какие еще события нас ожидают, связанные с ДК Невчей, либо непосредственно на этой площадке? Ну, то, что касается непосредственно наших проектов, потому что вот проект, те проекты, которые я озвучил, и они делаются нашими людьми, теми, которые работают на разных должностях. Конечно, вот если брать следующий год, могу точно сказать, что мы будем проводить четвертый международный фестиваль притяжения музыки, потому что он получил высокую оценку, много положительных отзывов. Мы каждый год что-то находим новое в рамках этого фестиваля. Например, если он раньше у нас был такой сугубо классический, последний, третий, который мы провели в мае, мы добавили джаст. Причем приглашаемые филармонические коллективы с разных регионов, с разных городов очень высокого уровня. Мы добавили симфорок, и тоже пригласили симфонический оркестр с того региона, который к нам с Кирова, оркестр, который к нам ни разу не приезжал. Вот такие нововведения, они дальше будут продолжаться, этот поиск, опробирование и презентация новых солистов и новых коллективов на нашей площадке в рамках фестиваля тоже будет продолжаться. Есть еще ряд проектов. Я пока не хотел бы их озвучить, потому что это все пока в работе. Понятно, что уже налажено и куда мы движемся. Как только будет понятно, я думаю, мы с вами встретимся через какое-то время еще раз. Я обязательно об этом расскажу. Желаем вам реализовать все ваши проекты задуманные и которые уже действуют. Рамиль Ильдарович, благодарю вас за увлекательную и полезную беседу. Спасибо. Это была программа «Городская среда». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова